Ребят, всем привет! Есть несколько способов, как выбрать лучше всего турчик, по которому можно безопасно, уверенно прокатиться. То есть кто-то уже должен был по этому маршруту прокатиться и сделать какой-то опыт. И кого лучше всего выбрать для такого вот ответственного вопроса? Люди выбирают через комут всяких случайных юзеров о статусе, которым мы не сразу можем узнать как-то, идентифицировать через комут. И получается так, что вот как у моего кузена загрузил какой-то тур, бэм, шоссейник написано, хорошая дорога, 17 километров грэвела. То есть вот такого реально, причем с метрами подъема. Но есть гораздо более уверенный способ, а именно использовать страву. Причем премиум аккаунт здесь не нужен. Мы идем, собственно, на официальную страницу, потом идем на вот эту третью вкладку, я не знаю, как она у вас называется, по-русски. Здесь можно открыть для себя сегменты или атлетов напрямую. Либо мы ищем сегменты, которые рядом с вами, и смотрим лучших на этих сегментах. Либо мы выбираем, опять-таки, поиск атлетов, так, и находим среди них таких, у которых очень много активности. То есть в этом окне поиска атлетов имеется сразу статистика, сколько поездок было, сколько побегушек было. И у кого дофига, тот, скорее всего, занимается этим более-менее серьезно и имеет довольно-таки серьезный уровень. Итак, мы выбираем какого-нибудь одного из них. Я вот, например, выбираю человека, который я на него подписан. Он из моего городка даже. То есть это действительно здорово, круто, удобно. Потому что его старты, он, по-моему, не знаю, я с ним не знаком лично, но он, видимо, живет где-то рядом. Так что даже старты рядом со мной проходят. У нас маленький городок, поэтому, в принципе, все рядом, что окраины, что центр. Но вот именно его старты вот прямо-прямо как раз для меня. Итак, мы, я надеюсь, достаточно далеко я показываю, чтобы не показывать имя и прочее. Выбираем, заходим на последнюю активность или какую вам нужно. Смотрим, допустим. Сегодня я хотел легонько с низкой интенсивностью относительно проехать. И вот отличный тур у него. 52 километра, 157 метров подъема. Я также получаю в качестве ориентира от серьезных покатушников или даже гонцов данные по ваттам. То есть я могу реально ориентироваться. Типа, окей, человек проехал с Normalized Power 232 ватт. Вот я столько даже в среднем на, не знаю, станке я не могу держать. Это выше, чем мой FTP. Но он проехал этот тур с средней скоростью 35,7 километров в час. То есть на что я могу рассчитывать в своей, там, зоне второй по ваттам? Ну, наверное, максимум, если повезет, 30 километров в час. Сегодня, однако, воскресенье, возможно, трафика будет меньше, и человек ехал в пятницу. В пятницу все-таки трафика больше. Посмотрим, сколько у меня будет в итоге средней. Но это вот как ориентир. И здесь тоже можно примерно понять, сколько ватт нужно, чтобы набрать вот такую-такую-такую скорость и прочее. То есть это грубый ориентир. Окей, с этим вопросом разобрались. Дальше, собственно, как этот тур скачать? Мы идем на вот эту карту, карта всего тура, и здесь раньше было, что платно нужно только через премиум, и нужно было скачивать специальный апп, называется Source, он, кстати, в любом случае имеет смысл для закачки, и нужно было закачивать туда-сюда, но сейчас, видимо, Страва что-то сделала, и можно бесплатно просто нажать вот на эту кнопку, gpx, так, загружаем мы его, этот файл, на компьютер, и потом заходим в папку, где мы сохранили этот файл, и пересылаем для устройств iOS на непосредственно iOS-устройство через AirDrop, так, сейчас включу телефон, и получу через AirDrop, так, здесь очень важный момент, бум, сразу написано, открыть при помощи Connect, это то, что нам нужно, Garmin Connect, если вы используете Garmin, потом можно выбрать, что это за активность, это вело, активность шоссейная, это gravel, off-road, mountain bike, это бег, возможно, trail run, это гуляние какое-то, или что-то еще, это, конечно же, шоссейная штука, так, здесь весь тур еще раз обозначен, да, мы его сохраняем, и, собственно, можно сделать, чтобы никто его не видел, или, чтобы все его видели, я здесь также люблю как-то назвать все это дело, именно назову плоскач, так, плоскач, в конце четверка, и 50 километров, так, так мне будет удобнее всего, все, все, готово, теперь, бум, синхронизация, теперь весь тур находится в вашем аккаунте Connect, это еще не все, нужно нажать на вот эти три кнопки, ой, три точки, и отправить на то устройство, которое вы обычно используете, то есть это Garmin Edge в моем случае, отправить на устройство, выбираем устройство из списка, неважно, подключено оно или нет, оно будет потом синхронизировано, у меня, соответственно, часы, либо Edge 530, я выбираю 530, все, пишет, вы готовы, теперь включаем Garmin, так, Edge, например, устройство, или часы, или не знаю, что у вас там есть, но он начинает сейчас синхронизировать, так, и где, где, где он, а вот он, так, плоскач 50 километров, выбираем, все, он загружает, вы можете сразу стартовать и испытывать кайф, потому что вам не нужно в итоге прокладывать маршрут какой-то, беспокоиться о том, что он будет проходить через какие-то этапы, где вы сможете уничтожить ваш велосипед, где будет ужасно не ровно, и так далее, и так далее, то есть здесь будет, конечно же, зависеть от атлета, которого вы найдете, но если вы нашли классного, то, блин, копируйте просто все маршруты у него, если вы хотите, скажем, больше в сторону adventure, то есть узнавать, что вокруг, какие-то местности посещать, в которых вы еще не были, ну, во-первых, скорее всего, ваш суператлет, он тоже будет какие-то новые все-таки маршруты прокладывать со временем, либо вы можете еще одного найти, либо вы можете модифицировать маршруты, например, я смотрю маршруты в соседних городах, и, соответственно, у меня больше круг этих самых атлетов, у кого я могу скачать эти самые этапочки. Потом можно комбинировать эти GPX-файлы и загружать их тем же самым способом на ваше устройство, то есть реально два этапа, один, скажем, имеет такой круг в вашем регионе, а другой в другом, и вы сможете соединить их и проехать гигантский какой-нибудь круг. Я сделал такой опыт, что километров и маршрутов разных здесь огромное количество, здесь больше нужно время, чем действительно тут мучиться через компьютер, как-то прокладывать эти маршруты и прочее. Очень много атлетов и вот этих всяких маршрутов прекрасных и классных турчиков по 150-200 километров, просто огромное количество. То есть здесь больше нужно время, чем вот это все. То есть реально, вот это описано, это вот так вот делается за 5 минут, я вот видео 10 минут записываю, и если бы я сам все это делал, то это, ну, буквально 5 минут. Меньше-меньше даже, конечно, вся эта загрузка очень быстро происходит. Окей, это было все. Огромное спасибо за свое внимание. Дай мне знать в комментариях, как ты это делаешь. Вот у Brighton, по-моему, тоже самое примерно есть. Можно через браузер в аккаунт Brighton загрузить, потом с него Brighton компьютер получит эти данные и все синхронизируется. Вот так вот. Все, давайте до-до. Редактор субтитров А.Семкин